По факту взрыва, одна из версий, что это были армянские диверсанты, которые проникли, которые заминировали, и на этих минах подорвалась машина с журналистами. Это одна из версий. Вторая версия, что это была старая мина, которая сработала. Видимо, комитетные органы Азербайджана установят точно причину случившегося. Полистика понятна. Проникновение любых диверсантов и минирование автомобильных празд на взрослении, как международный терроризм, совсем вытекающий отсюда последствиями. Поэтому любые армянские диверсионные группы, захваченные на территории Азербайджана, это не военнопленные, это международные террористы. И, соответственно, в отношении них должны действовать соответствующие статьи уголовного законодательства, заключая и меры наказания. Ни о какой выдаче, ни о какой обмене речи не идет. Международные террористы, они, собственно, после вынесения приговора отбывают в полной мере тот срок, который им назначил суд на территории страны, где они были захвачены. А в целом вся эта ситуация, это еще раз повод вспомнить о том, что Армения до сих пор не передала Азербайджану карты минных полей. Эта проблема гуманитарного характера, она не решается. И доброй воли со стороны Еревана нет. Очевидно, необходимо давление политическое, усиленное на Армению, чтобы заставить ее перезадить карты минных полей. Отдельно хочу сказать повод гибели журналистов. Безусловно, лично хочу выразить соболезнования родным и близким погибших. Мы совсем недавно с группой российских журналистов и экспертов посещали освободенные территории и, в принципе, вполне могли оказаться волей судьбы на месте наших азербайджанских коллег. Но нам повезло. Собственно, мы вернулись живыми. Но все, что произошло, это повод для солидарности. Для солидарности со стороны международного журналистского сообщества с погибшими азербайджанскими коллегами. Здесь не должно быть такой ситуации, как Страус спрятал голову в песок. Никаких двойных стандартов. Должна быть четкая позиция. Я лично считаю, что Союз журналистов России должен выразить соболезнования погибшим азербайджанским журналистам и потребовать от Армении перерезать карты минных полей и прекратить засылку диверсионных групп. Ну и другие журналистские сообщества должны выразить свою поддержку. Потому что когда гибнут западные журналисты, мы видим одну реакцию всеобщего, так сказать, осуждения. Об этом пишут все ведущие мировые СМИ. Посмотрим, как сегодня будет Запад, Европа, Франция, США реагировать на эту трагедию. Будет ли у них четкая позиция, либо будет позиция двойных стандартов. Поддерживая Армению, они будут закрывать глаза на то, что происходит по вине армян. Собственно, произошло с азербайджанскими журналистами. Поэтому таков сегодняшний мир. Но я полагаю, что профессиональные журналистские союзы должны выразить поддержку. поддержку азербайджанским журналистам. И эта трагедия, она не должна, собственно, быть забыта.